Колонна мотоциклистов И это не случайно. Байк-фестиваль в городе за годы существования стал мероприятием традиционным и международным. С удовольствием в эти теплые майские дни в Брест приезжают мотоциклисты из разных уголков России, Чехии, Литвы, Латвии, Словакии и, конечно же, Беларуси. Только хорошие впечатления. И кто один раз сюда попал, все время тянет еще раз попасть. Хочется все. Мы состоим в клубе «Голдвинг». Мы, да, мы состоим в «Голдвинг-клубе», который центр находится как бы в Бресте. Мы как бы обязаны. Обязаны как бы, ну, не то что как бы по правилам, а просто вот по душевному состоянию. Среди участников байк-фестиваля 2017 немало тех, для кого жизнь без железного коня уже не представляется возможной. Любое путешествие, вне зависимости от погоды и пары года, только своим моторным ходом. Я вообще-то приехал сейчас из Латинской Америки. Сам живу в Казахстане. Специально подгадал, чтобы сюда прибыть. Именно на этот фестиваль. Через всю Европу также проехал. Был 9 мая на Рейхстаге. Возлагал цветы нашим, значит, дедам, отцам. А и вот сюда приехал. В общем, я не успел. Сегодня я успел. Хранится дорога, Польша, пробки. Наверное, все сюда едут, да? Поэтому много байкеров по дороге. Ну вот меня как бы пропустили, я проехал. И вот уже с самого утра, а я сегодня заряжаюсь. Здорово, как домой приехал. Традиционно в рамках мотофестиваля был награжден самый дальний байкер. Тот, кто для того, чтобы посетить Брестское мероприятие, проделал не одну тысячу километров. В этом году награда из рук мэра города Александра Рогачука уехала в республику Тыва. На самом деле это событие в жизни города. Событие, требующее огромнейших организационных и прочих затрат. Это большая ответственность организаторов. И я говорю, как представитель оргкомитета, я эту ответственность абсолютно понимаю. Потому что сложно организовать тысячи людей, ведущих такой свой образ жизни в какие-то форматы. Но это здорово, это здорово, это людям нравится. То, что сейчас все гостиницы у нас заполнены, то, что сейчас в магазинах товарооборот в разы вырос. Понимаете? То, что у всех настроение, в этом тоже есть заслуга этого праздника. И еще такая интересная деталь. Мы искали номинацию. Какую оригинальную номинацию? И вот возникла мысль найти байкера, который каждый год приезжает 17 раз подряд. Понимаете? Оказалось, таких сотни, сотни, понимаете, которые каждый год на протяжении 17 лет приезжают. Вот это здорово. Поэтому будем совершенствовать. Где-то будем придумывать какие-то новые фишки, как задержать людей здесь больше в городе. Это вопрос творческий, хотя событие на самом деле яркое, интересное, наверное, такого международного, солидного уровня. Практически до вечера на площадке перед Ледовым дворцом не стихала музыка. Большое количество брещан и гостей областного центра пришли посмотреть на настоящее шоу. Между рядов припаркованных мотоциклов сложно было найти свободное место. Многие поспешили сделать фото на фоне редких и особо уникальных мотоциклов. Мероприятие в этом году стало хорошим продолжением большой культурной традиции, которая, судя по такому количеству участников, будет иметь продолжение.